Добрый вечер, вы смотрите передачу персон на телеканале НТС в студии Пётр Гарча. Сегодня у нас в гостях экс-премьер-министр Молдовы и председатель партии развития и объединения Молдовы Иоанн Кикуб. Здравствуйте и добро пожаловать. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Господин Кикуб, в принципе, в Молдове вы известны как человек, который большую часть своей карьеры провел на таких государственных должностях. То есть, в последний момент был пост премьер-министра, до этого были посты работы в Министерстве экономики в разные годы. Можно будет объяснить, рассказать, что заставило вас прийти в политику, сформировать свою партию? Спасибо за вопрос. Но если позволите маленькое уточнение, у меня 27-летний стаж работы, я в 1994 году закончил факультет экономический. Из этих 27 лет я на государственной службе работал всего 7. 3 года, с 2018 по 2020 и с 2005 по 2009. Остальные 20 лет я работал не на государственной структуре, я работал 2 года на кафедре микро- и макроэкономики, потом я работал в частном секторе до 2005 года. С 2005 по 2009 я 3 месяца работал в Министерстве экономики, потом был 2 года заместителем министра финансов, потом еще год был советником премьер-министра. После этого 7 лет я работал за рубежом, работал в большинстве на Всемирный банк, вернулся в страну в январе 2018 года. Поэтому мне трудно считать человеком из этих коридоров власти. Но я имею в виду, что вы больше известны по работе, по структурам. Да, естественно. Но если отвечать конкретно на ваш вопрос, почему мы решили с коллегами, с которыми мы работали последние 3 года, более активно включиться в социально-экономическую и поэтическую жизнь, объяснение простое. Если не сделаем мы этого, если вы не сделаете, если не сделают люди, которые являются специалистами, профессионалами, которые разбираются в экономике, финансах, в журналистике, если хотите, в медицине, образовании и так далее, то у нас получается, что этим занимаются люди, которые только закончили факультет, они сразу стали политиками, ничего не умеют. Поэтому надо вовлекаться. Недостаточно только работать на своем, как говорится, месте, и говорить добросовестно, и говорить, что все, политика не мое и так далее. К сожалению, если мы не занимаемся политикой, политика занимается нами. Не надо оставлять посредственностям руководства страны. К сожалению, так сейчас и случается. Вы посмотрите, что у нас в парламенте. Мы избираем 101 человек, 101 депутат, и к ним прикрепляем еще 500 человек обслуживающего персонала. Сейчас у нас в парламенте, кроме депутатов, еще почти 500 человек, ассистентов, консультантов и так далее. Почему? Потому что депутаты, которые туда попадают, за редким исключением понимают, что такое закон. Могут самостоятельно писать законы. А ведь парламент — это место работы. Это место, где пишутся законы, где утверждаются законы. Соответственно, нужно постараться, чтобы в парламент попали люди, которые могут и отвечают за какие-то конкретные области. Господин Кико, каким образом формировалась команда «Костяк»? Конечно, в первую очередь «Костяк» и уже последующие… Да, конечно, с «Костяка» начинается все. Вы видели, наверное, что в составе отцов-основателей, будем так говорить, партии, это бывший министр экономики и инфраструктуры, мой коллега Анатолий Усатый, он, кстати, был заместителем башка Анатолия Гаузия, Геррика Дубровяна, бывший министр Верховного мнения. Есть Юлия Банжи, которая является директором… Костяк является директором организации по развитию малых и средних предприятий, УДИМ так называемый. Есть много представителей медицины, образования, инженеры, экономисты. Конечно, в команду входят и многие представители регионов страны. В частности, если говорить о южном регионе, представлен Тараклийский район. У нас есть госпожа Евгения Мандажи, которая является педагогом по профессии. Она работала в том числе директором учебного заведения и руководителем управления, управлением образования. Из Атога Гаузии у нас есть представители бизнеса, например, предприниматель Анна Мордарь. Она, кстати, входит в первую десятку наших кандидатов, как и госпожа Евгения Мандажи тоже входит в первую десятку. Регион представлен представителями Вулканежского района, госпожа Великсар, бывший председатель района, господин Терзи, предприниматель. Есть Камрата, есть еще господин Артур Руссу, есть Чадалунги, есть господин Кириогол. То есть в нашей команде представлены все регионы страны, в том числе регион. Но в большинстве это люди, с которыми мы работали последние три года, которых я знаю как профессионалов, как людей, которые попав в парламент, им не нужно 4-5 консультантов или ассистентов, чтобы найти какой-то закон, или чтобы там оформить какое-то обращение, или написать сам проект закона. Обычно так сложилось на протяжении 20-30 лет в Молдове, что в политику чиновники не всегда охотно идут, потому что это такая специфическая сфера, особенно в Молдове. Как вы вообще реагировали? Исходя из того, какие имена вы сказали, это все люди, которые в принципе частично были вовлечены в политику и в большей степени в работу в министерствах, в управлениях, на местах, в районах, администрациях. Насколько легко вообще, как люди реагировали, когда вы им предлагали? И были ли известны имена, которые не захотели вовлекаться? Ну, люди, которые работали в министерствах, они не занимались политикой. Я, например, не был ни в одной партии. Я еще шучу, что последняя партия, которая я состоял, это был Комсомол в 89-м году, когда я закончил 10 классов. Некоторые, может быть, были в каких-то партиях, но особым желанием или рвением не горели, потому что действительно вот участие в этой политике, это означает большой дискомфорт, если ты нормальный человек, да? Поэтому, но все понимают, что нужно, нужно работать, нужно что-то делать, потому что если мы не будем вовлекаться, будет ситуация, которая у нас есть. Я хочу вам сказать, что даже если меня избрали председателем партии, не я был основным, как бы, затейником, да, вот этой идеей, ко мне обращались примары, во первую очередь, вот примар Хенчеш, например, или Золобинского района и так далее. Говорили, господин премьер-министр, мы понимаем, что вы можете уйти, откуда пришли в январе 2018 года, за рубежом в какую-то международную финансовую организацию. Ну давайте подумайте чуть-чуть, что можно здесь делать про страну и так далее. И в принципе, в инициативной группе, которой вначале было человек 10-15, значит, они являются основателями. Если были обращения к людям, которые с нашей стороны мы предлагали, были несколько людей, которые, вот мы обращались, они сказали нас поддерживать, но не могут сейчас на этом этапе официально войти в партию, например. Потому что кто-то юрист, который участвует в каком-то конкурсе, например, да, и партийные принадлежности не как бы, не то, что может быть препятствием, но как бы не приветствуются. Но для таких людей, они, господин Марджинянов, например, он является юристом, он играет ведущую роль в Ассоциации адвокатов, он является преподавателем университета по части права. Он в списках наших, в первой десятке, но не член партии. То есть так можно тоже, если как бы говорить о сотрудничестве. Но явных таких отказов не было, потому что мы и не обращались ко всякому, как говорится. Если говорить о тех избирательных пунктах, которые есть, предлагает ваша партия, у каждого политформирования есть, наверное, основные, которые вот как первая страница. Можно будет рассказать о самых важных, на ваш взгляд, моментах, на которые вы будете делать упор? Естественно, много областей, много направлений, которые надо покрывать и надо накладывать решения, но мы все понимаем, что все начинается с экономики. Если экономика развита и способна генерировать достаточно доходов для государственного бюджета, тогда есть возможность у государства финансировать социальности, сферы медицины, образования, пенсии и так далее. Поэтому один из основных блоков, учитывая и профиль нашего экономического блока, это предложение или видение по экономическому развитию. Основное — это сделать так, чтобы эта страна, наша страна, не теряла борьбу за главный ресурс. А главный ресурс — это человеческий капитал. Мы конкуренцию теряем со странами и Европы, и, может быть, и Россия, и Россия и так далее. Почему это случается? Многие причины. И тут и недоразвитость, и инфраструктуру и так далее. Но первая причина, которую можно быстро решить, это налоговая нагрузка на доходы граждан, налоговая нагрузка на работающих людей, на зарплату. Вы помните, что мы два года назад провели первый этап реформы по снижению налоговой нагрузки на зарплаты? Снизили подоходный налог 18 до 12, и социальное отчисление 23 до 18, если вы помните. Кстати, я это сделал, вернувшись в Министерство финансов и предложил. Почему? Потому что мы конкурируем, например, с той же Румынией за рабочую силу. У них под доходный налог ставка 10% была. У нас была 18, прогрессивная система, 7,18. Как можно конкурировать, например, за этот ресурс, за человека, когда у нас ставка налога в два раза выше, чем у них? Конечно, я вышел с проектом, и мы снизили до 12. Понятно, что там были многие, которые были против. В том числе те, которые стараются, чтобы наши люди уезжали. Кому-то выгодно это. Ведь это борьба за ресурс. И мы знаем, что ни нефть, ни золото, ни другие ресурсы самые ценные. Самые ценные люди. А мы, Молдова, являемся чистым нетопоставщиком и экспортером человеческого капитала. Значит, тут надо принимать именно вот эти меры по снижению налоговой нагрузки, чтобы человек остался в стране, человек здесь жил, потреблял, если хотите. Это все дает импульс экономики. Ну и понятно, что нельзя надеяться на то, что люди останутся в стране. И нельзя надеяться на то, что в страну придут большие инвестиции в экономику, если государство не позаботится о состоянии инфраструктуры. Я говорю здесь в первую очередь о дорожной инфраструктуре. Вода, канализация, энергетика и так далее. Ведь не придет никакой серьезный инвестор, кроме этих больших торговых сетей, которые убивают здесь у нас производителей, не придет там, чтобы построить какой-то завод и так далее, если мы не обеспечим ему транспорт, дорогу до места, где он хочет заводы или фабрику построить, не обеспечим ему сообщения, коммуникации, воду, канализацию, газа и так далее. Это является обязанностью государства. Если мы это не сделаем, у нас не будет возможности привлекать инвесторов. Кстати, вы помните хорошо, 1945 год, 1946 год, Европа ведь решила вопрос, восстановила инфраструктуру, прежде всего за счет плана маршала, то есть заняла деньги, вложила в инфраструктуру. Давайте возьмем ближе. Восточная Европа, 90-е годы. В Румынии ситуация была хуже намного, чем у нас. Что они первым делом сделали? И Румыния, и Вегра, и Польша, и Чехия, и все. И Болгария. Заняли деньги, построили инфраструктуру, и после этого только к ним пришли инвестиции. Те же заводы, Шкода, Дача и так далее смогли модернизировать, приватизировать, продать, если хотите, этим большим группам, только после того, как построили дороги без этого. Так что это является элементом обязательным для государства. Вы затронули очень важный, интересный момент, ситуация с дорогами. Если вспоминать, даже последние 10 лет, 8 лет, в Молдове основная проблема, большая часть основных дорог, это были либо гранты, либо кредиты, либо микс. То есть часть гранта и часть кредита. Но при этом почти во всех проектах, все участки возникали проблемы с подрядчиками, то есть либо не вовремя было сделано, либо некачественно. На ваш взгляд, почему это происходит и как с этим бороться? Тут вы затронули на самом деле более широкую тему, которая называется государственные закупки. Вот мы сейчас внедряем в Министерстве финансов информационную систему, М-тендер называется, чтобы вообще исключить человеческий фактор в проведении тендеров, конкурсов и так далее. Все электронно подается, соответственно, и у нас было... Почему вот эти проблемы возникали с участками, подрядчиками и так далее? Потому что у нас могут участвовать в этих тендерах даже компании однодневки, которые имеют только печати, как говорится, больше ничего. Здесь мы разработали критерии, по которым компании могут участвовать в этих тендерах. Не может компания, которая, например, не имеет хотя бы трехлетнего опыта работы, не имеет какой-то оборот, не имеет технику, не имеет рабочих, инженеров и так далее. Потому что у нас зачастую, как бывало, приходил, участвовал, представлял цену на 30 или 40 процентов меньше нормальной сметы, выигрывал конкурс, а потом у него он, после того, как подписывали договор с ним, он ходил и искал технику, ходил и искал людей. А когда надо было, например, что-то там до конца доработать, у него не хватало денег, потому что он поставил цену меньше. И получается, что и качество работы хуже и так далее. Поэтому первый этап, это именно на этапе организации государственных закупок допускать туда серьезные компании. Я очень рад, что в последние годы у нас появились местные компании, которые способны уже строить дороги. И я думаю, что опыт прошлого года показал, что некоторые наши компании уже и технику хорошую имеют, и персонал хороший имеют. Хотя, конечно, бывают и случаи. Мы помним, здесь вот ситуация с дорогой, которая там в Ферропонтьевке, знаете, ситуация, которая есть. Есть другие участки, где некачественно сделано. Но тут решение простое. Не сделал качественно, никто тебе не подписывает акт приемки и сдачи и не оплачивает деньги. Учитывая ваш опыт работы во Всемирном банке, это довольно важная организация для Молдовы, потому что неоднократно были кредиты, гранты получены. Насколько вообще эта организация готова Молдове дать деньги? Ну, в первую очередь, конечно, кредиты. Понятно, что с грантами немножко сложнее. Потому что я так понимаю, что в основном их интересует политическая стабильность. То есть, чтобы это был стабильный работающий парламент, чтобы это было стабильное, постоянное правительство, которое не уйдет, допустим, через 2-3 месяца. На самом деле, деятельности Всемирного банка и других международных финансовых организаций, она как бы зависит не только от стабильности. Может быть, какое-то очень стабильное правительство, которое никогда ни одного цента не получит, если, например, введет какую-то политику антисоциальную, или которая не соответствует принципам рыночной экономики и так далее и тому подобное. Но по части потенциала финансирования страны на потребности инфраструктуры, тут не надо ограничиваться Всемирным банком. Понимаете, рынок большой финансов. Финансов в мире очень много. И все ищут, куда их вкладывать. В том числе, одалживая государство. Нам надо расширять географию источников привлечения денег, как поступают все страны. Нас привязали к одному источнику. Хотя там больше организаций, там Всемирный банк, Киберди и так далее. Но, в принципе, география одна. Нам нужно мудро поступать и не зависеть только от одного источника. Как не нужно зависеть только от одного источника экспорта товара. Потому что ты становишься зависим, в том числе потом и политически. Вы же видите, как происходит. Подписывается соглашение о финансировании. Если там какой-то не так не нравится им, кто является у власти, замораживает и так далее. То есть страна должна стараться иметь свободу в привлечении и денег, и свободу в продвижении своих товаров и так далее. Поэтому именно из-за этого в прошлом году мы, например, начали процесс размещения ценных государственных бумаг на международных рынках. Те евробанды, о которых мы говорим, надеемся, что после избрания парламента удастся это сделать, это говорит о том, что страна привлекает деньги, вкладывает в инфраструктуру, и там никто не ставит условий, например, чтобы в этом кредите 10% уходило на каких-то консультантов иностранных. Ведь нам сейчас как говорят? Вы получаете дешевые деньги по 0,5%, по проценту, но никто не смотрит в соглашение, где, например, написано 107 или 10%, там есть составляющие консультантские услуги, которые вообще не поступают дадут деньги в страну, да? Но они ложатся ведь в кредит. Вы сейчас говорите про именно кредит, когда берется, не грант, да? Я про кредиты говорю. Грант — это так, это малая доля. В основном это говорит, идет речь о кредитах, действительно. У вас есть объяснение, почему, допустим, подобный механизм не использовался раньше? Потому что даже на уровне муниципальной власти это можно делать. То есть вот в Чадрунге, например, это сделали, и это чуть-чуть выгоднее, чем классический кредит. Вы правы, вы правы. Почему это происходит? Потому что обычно правительство подписывает какие-то соглашения, несмотря на это, да. Вот вспомните договор об ассоциации, соглашение об ассоциации в 2014 году. Там более тысячи страниц этого соглашения, там за три дня никто не увидел этот документ, подписали, ратифицировали и так далее. И только сейчас видят, какие условия или какие обязательства взяла на себе страна, да. Точно так случается иногда и с программами, с соглашениями кредитными, да. Поэтому, когда ты подписываешь от имени страны, надо смотреть и надо защищать интересы страны. Я, например, даже если уже четыре программы или три меморандума с МВФ подписал за это время, я ни разу не согласился на то, чтобы, например, повышать налоги или повышать тарифы. Потому что я понимаю, что повышая налоги, еще люди уезжают из страны. Чем они нам помогают? Давай 10 миллионов евро, а из-за этого мы теряем деньги, теряем людей, которые ходят. Я никогда на это не соглашусь. Я никогда этого не делал. И вы видели, что даже подписывая и завершая успешно программу с МВФ, ни одно условие, которое подразумевает повышение налогов, я не принимал никогда. Надо с ними так тяжело, как говорится, переговариваться. Но аргументы всегда найдутся, если ты умеешь. Господин Кико, если вспоминать историю вокруг кредитов, в прошлом году, если я не ошибаюсь, была история с кредитом со стороны России. Понятно, что это превратили больше в политический вопрос. На ваш взгляд, если говорить чисто экономически, он был выгоден для Молдовы? Вот те условия, которые там были заложены. Вы как раз задали вопрос в ту сторону, что я начал говорить. Это была попытка диверсифицировать источники финансирования, потому что нас держит на игле одна сторона только. И как только мы нашли другой способ или другой еще источник, нам сразу по рукам ударили. Мы хотим развивать с Россией, с Турцией, кстати, с Китаем, ведь у них тоже есть свободные деньги, они хотят вкладывать и так далее. Но нам не дают этого делать. Вот пример прошлого года, классический. Значит, кредит, соглашение о кредитовании, подписанное правительством Молдовы с Российской Федерацией о выделении 200 миллионов евро, там, по-моему, на 15 лет, если я помню хорошо, 2-процентная ставка, кредитная ставка, процентная ставка, без каких-то других условий, что там нужны консультанты, не знаю, что там имя. То есть, страна получает эти деньги, вкладывает инфраструктуру и возвращает по мере, потому как предусматривает соглашение. Вы видели, как все кинулись, эти прозападники и так далее? Сами нет, не допускать Молдову. Молдова должна быть очень зависима только от одного источника. Одним из аргументов этой страны было то, что процент выше, чем кредиты со страны Запада. Я как раз вам сказал, что там, где написано 0,5, надо смотреть глубже. Там обычно есть еще 5 или 7 консультантов. Кстати, в те же дни мы взяли у Международного валютного фонда кредит по 1,5, но тот кредит надо возвращать в течение следующих двух лет. Что выгоднее, брать в 2% возвращать через 15% или по 1,5% возвращать в 2 года, когда понятно, что посткризисная ситуация еще не будет позволять возвращать. Мне кажется, что российский кредит был намного выгоднее. Но еще раз говорю, здесь не про условия. Здесь речь шла о том, что эта страна сделала попытку освободиться от зависимости только от одного источника. потому все сполошились тогда, сполошилась. Там многие послы очень активно участвовали в том, чтобы разрушить это соглашение. Знаю точно, о чем говорю. Они даже поздравляли друг друга, когда конституционный суд вынес решение о декларировании не конституционного этого соглашения. Я понимаю, почему делают. зависимость страны от одного источника это большая беда для нас, но для кого-то это выгода. Потому что через это они могут влиять, в том числе на власть и так далее. Сразу говорят, не будете делать это, мы перекроем краник. Не будете пускать, например, наши сети коммерческие, чтобы они продавали только наши товары, а не ваши. Мы закроем краник. Вот закон о внутренней торговле, который госпожа президент не захотела промульгировать, который позволял нашим производителям продавать или обязывал торговые сети выделять площадь на коммерческих полках для местного производителя. Уметь в виду, что 50% чтобы собственные продукты. Да, вот именно. Что сделала президент? Вернула. То есть не промульгировала. Почему она это сделала? А у нас есть вообще такая возможность, что 50% товаров в супермаркетах были молдавские? Мы, если будем вести дальше такую политику, что гробим наших производителей, у нас вообще не то, что 50%, вообще 5% не сможем покрыть. В чем суть? Я еще раз говорю, что политика ведется в этой области или экономическая модель, это чтобы Молдова экспортировала два ресурса. Сырье, которое по определению не имеет добавленной стоимости, ведь в кукурузе, там в пшенице и так далее практически мало добавленной стоимости. Добавленная стоимость появляется, когда из кукурузы превращается в мясо, в молоко, в готовую продукцию, когда из овощей, фруктов и так далее появляются консервы, появляются другие товары. То есть переработка. Вот в переработке интерес. Нам определили роль очень ясную, колонии, которая поставляет два ресурса, сырье и человеческий капитал. Вот что нам определили. Пока мы не будем это понимать и не будем сопротивляться, у нас ничего хорошего не будет. Каким образом бороться с этим? Я имею в виду с влиянием международных структур. Потому что даже исходя из тех расследований, которые выходили, то есть есть определенные политические деятели, которых связывают с Россией, есть определенные политические деятели, которых связывают с Западом. Каким образом быть менее независимым? Понятно, что полностью невозможно. К сожалению, так сложилось, что Молдова не самая богатая и успешная страна. Ну, слово бороться, я думаю, что здесь не самое удачное. Нам нужно кооперировать со всеми, но нужно уметь свои интересы защищать. Хотим мы, не хотим. У нас есть друзья-партнеры, но интересы у всех свои. Понятно, что у каждого посла роль в том, чтобы продвигать свои товары в этой стране. Это ясно. У них есть экономическая миссия. Они это делают. Понятно, что они стараются сделать так, чтобы, например, торговая сеть, которая пришла на этот рынок из любой страны, продавала то, что производится в его стране. Это ясно. Тут далеко ходить не надо. Но здесь нам надо уметь, надо иметь способность, интерес и желание, и патриотизм защищать нас. Давайте возьмем, к примеру, ту же ситуацию со снижением подоходного налога в 2018 году. МВФ сразу сказал, даже не подходите. Вы что? Не надо снижать налоги. У вас так маленький бюджет, вы не снижаете налоги. Вы, наоборот, должны повысить. Я сказал, мы снизим налоги. Хотите иметь с нами программу? Пожалуйста. Не хотите, мы обойдемся без программы с вами. И они, в конце концов, согласились. Но, правда, мы подготовили им и показали все аргументы, все расчеты, что, снижая налоги, мы, в конце концов, получим дополнительные доходы в бюджет. Потому что этим самым мы расширили налогооблагаемую базу, заставили больших платить. Часть нелегальной экономики, теневой экономики, она у нас оценивается на уровне 40-45% из ВВП. Часть этой экономики, часть этих зарплат, которые платились в конвертах, мы привлекли в официальный законный оборот. Если у тебя есть аргументы, и ты можешь защищать свою позицию, иногда путем более весомых позиций и аргументов, они никуда не денутся. Они же хотят, чтобы мы были партнерами. А как-то ты сдаешься и говоришь, ну ладно, дайте нам еще 10 миллионов, мы готовы еще 10 тысяч людей отправить к вам на работу, тогда что? Так что мы не боремся, не воюем, кооперируем с ними, но не нужно забывать про интересы страны. Если мы будем продолжать терять людей, получая по 10 или по 5 миллионов, мы далеко не уедем. Мы потеряем страну. Господин Кико, для каждой партии, в принципе, очень важно понимать, кто их избиратель. Так сложилось, что политические партии, для того, чтобы быстрее найти свой электорат, нас разъединяли. То есть кто-то там с Абини, с Румынией, кто-то ближе с Россией, кто-то ближе с Евросоюзом. Вы можете описать портрет вашего избирателя? То есть кто он? Вы для себя поняли? Я думаю, что когда даже делали партию, примерно для кого те цели и на кого, в первую очередь, вы будете привлекать? Во-первых, партия называется «Партия развития и объединения Молдовы». Это подразумевает объединение общества. Мы должны объединять людей, а не стараться по разным критериям, которые вы упомянули, делить общество, разделять общество. Видите, уже 30 лет как делят общество. По лингвистическим, языковым критериям, по геополитическим, по национальным и так далее, и тому подобное. Почему это делают? Это понятно. Как раз, как вы сказали, чтобы как бы побыстрее задобрить или получить лояльность определенных категорий населения, приходят с этими. Или, например, вот даже в этой выборной кампании кто-то пугает, что придут НАТО и нарожают нам темных детей. Кто-то, наоборот, говорит, что Путин уже завел свои танки и приезжает и так далее. Почему это делается? Потому что у них нет других предложений, видений, как решить вопросы. И вот таким путем стараются завоевать симпатии избирателей. Из этого истекает и ответ на ваш вопрос. Профиль, портрет нашего избирателя. Как раз те люди, которые не боятся НАТО и танков, потому что знают, что танки Путина и НАТО сюда не придут. Сейчас страны не завоевываются танками. Сейчас завоевываются как раз тем, что я сказал. Это образное выражение. Я понимаю, но там не было образное. Когда говорили, что НАТО приедет и нарожает нам детей темных, уже тут не образное. Мы все понимаем, что страны захватываются сейчас экономическим влиянием, другим влиянием. Как раз это имел в виду. Мы ориентируемся на людей, которые понимают эти вещи. Мы ориентируемся на людей и нас поддерживают люди, которые не приемляют популизм. Все знают, что у нас в стране работает официально, платят в социальный фонд примерно 720 тысяч человек, а получают пенсии 740 тысяч человек. И когда я вижу, что кто-то принимает закон о снижении пенсионного возраста в декабре 2020 года социалисты с Шором и пишут, что закон вступает в силу с 1 января 2022 года, я по крайней мере понимаю, что они обманывают. Они знают, что в 2021 году будут парламентские выборы, после этого придут и скажут, понимаете, МВФ, Всемирный банк, дают нам 10 миллионов, надо обратно вернуться и даже повысить пенсионный возраст. Если заниматься обманом, популизмом и так далее, уважения людей не получишь. Да, может быть, кто-то получит какие-то дополнительные голоса, но мы как раз ориентируемся к тому сегменту людей, а это очень широкий сегмент, которые понимают и хотят уважительного отношения к ним, говорить реальную ситуацию, говорить реальные решения на вопросы, а не писать там разные, знаете, невозможные сценарии. Чем опасна и неприемлема вот эта политика обещаний? Она опасна тем, что люди в очередной раз теряют веру, то есть в государство, не в политические партии, а в само уже государство, понимаете? Поэтому мы хотим пресекать вот эти обманы, популизм, там разные страхи и так далее. Почему? Потому что мы можем потерять государство на этом. Я вижу, например, есть одна партия, которая была в правительстве Лянка и Филата, когда крали аэропорт, крали миллиард, сейчас они выступают сильно за коррупцию. Понятно, что они сами с собой бороться не будут. Не будут бороться. Это еще раз будет еще один повод для народа потерять веру в свое государство. Поэтому... Скажите, пожалуйста, каким образом можно объединить людей, которые, допустим, самый яркий пример, кто-то называет государственный язык молдавским, кто-то называет в румынском, что может объединить, вокруг чего могут вот эти люди, допустим, представим, что это два человека, вокруг чего их можно объединить. Ну, вы тоже хорошо задали вопрос. Если людей, которые способны договориться, вот дать им или акцентировать внимание на тех темах, которые их разъединяют, то их никогда не сплотите. Давайте посмотрим, вы, я, да, разве уровень доходов не может быть в стране, не может быть одним из сплачивающих элементов. Я думаю, что это основной элемент. Или качество инфраструктуры, да, или там качество экологии и так далее. Можно найти четыре, пять, шесть направлений, которые объединяют общество. Давайте оставим то, что нас разделяет в сторонку, когда у нас будет и экономическая интеграция, и экономическое развитие. Поверьте, что все эти спекулятивные вопросы отойдут на второй план. Никто тогда не будет приходить и пугать нас опять же НАТО или Путином, если у нас будет развитая экономика, если будет образованное общество и так далее. Давайте искать, и к этому мы стремимся, искать то, что сплачивает людей, а не то, что разделяет. Есть искусственные политики, есть аферисты, которые находят, вот очень искусственно, искусно находят пути, как общество раздробить. Давайте мы как раз наоборот будем делать. Если говорить о зарплатах, то есть это один из основных элементов, то есть людям хорошую зарплату, они действительно забудут обо всех, во-первых, повысится много образования, медицина и так далее. Как экономист, вы можете рассказать три элемента, каким образом можно даже в ближайшие два-три года повысить зарплаты. Я так понимаю, что в вашей программе есть такой пункт, то есть повышение зарплаты, если не ошибаюсь, на 70%. Вы правы, мы говорили, что один из способов сохранить людей в стране и не проиграть в этой конкурентной борьбе с другими странами за человеческий ресурс, это обеспечение приемлемого уровня доходов, то есть зарплаты. Зарплата платится, конечно, с экономики, с производительности, труда и так далее. У страны есть потенциал, если в прошлом году нам удалось поднять зарплату на 70% для почти 50 тысяч работников медицинской системы, при том, в достаточно сложном году, это говорит о том, что у страны есть потенциал поднимать зарплату. Понятно, что когда мы поставили цель или показатель 70%, у нас есть расчеты соответствующие. Во-первых, кстати, там 70% и средняя зарплата по экономике и 70% зарплата в бюджетной сфере. Если говорим о бюджетной сфере, у нас принят закон номер 270, который подразумевает, что каждый год в бюджетной сфере рост цены вот этой самой низкой минимальной как называется балариды референции, после которой считается зарплата, рост там 7-8-10% каждый год для всего бюджетного сектора. Но если экономика будет развиваться так, как мы предлагаем, это означает, что будут больше доходов в государственный бюджет и больше возможностей для бюджета повышать эти зарплаты. Экономика 5-7% роста ВВП в год можно достичь вот путем этих предложений, которые мы говорили, снизить налоговую нагрузку, инвестировать в инфраструктуру, потому что мы понимаем, если государство вкладывает в инфраструктуру, оно сразу дает работу и другим секторам, это же понятно, да? Дальше, если ты снижаешь налоговую нагрузку, у нас будет тот же эффект, который был в 2019 году, часть теневой экономики, да, оно включается, приходит в законный оборот, да? Это автоматически означает 5-6 каких-то дополнительных процентов роста ВВП в год. Если из тех 45, которые мы говорим, доля теневой экономики ВВП, хотя бы по 5-7% каждый год приводить в официальный оборот, это уже означает где-то 10-12% рост экономики в год. Вы можете на 4 года и тогда будет эти 50%, которые мы говорим про рост экономики. С роста экономики появляются источники для оплаты зарплаты людей. Мы ведь понимаем взаимосвязь между доходами людей и работой экономики, потому что этот уровень зарплаты людям не позволяет копить, ставить поезды на банках. Эти деньги практически в следующий день или неделю поступают обратно в экономику, потому что люди тратят. Это, соответственно, дает дополнительный импульс для работы. Так что план наш и программа в Паннер реалистична, чтобы поднять в течение следующих лет на 70% зарплату в бюджетном секторе. Вы знаете, что в бюджетном секторе Республики Молдова работают порядка 240 тысяч людей, в том числе те 50, которые в медицинской системе. То есть если в 2020 году было возможно поднять за 50 тысяч на 70% в сложный год, то можно для тех еще оставшихся 190 тысяч поднять в течение 3-4 лет зарплату на этом уровне. Хотелось бы затронуть ваша партия в принципе довольно активна в Гагаузии, то есть несмотря на то, что совсем недавно сформировалась, за последние несколько месяцев наверное одна из самых таких ярких политических новостей в Гагаузии это отсутствие диалога между представителем партии социалистов Игорем Дедоном и Башканом Ириной Влах. При этом очень многие увидели в том, что Башкан поддерживает косвенно партию вашу то есть допустим мы можем вспомнить о том, что господин Усатый участвовал на встречах на форуме в Санкт-Петербурге учитывая все это хотелось бы понять какие у вас взаимоотношения с Башканом и за счет чего удалось такой диалог сформировать и наладить то есть я так понимаю что у вас были хорошие отношения они сохранились почему именно в этот момент вам удалось найти общий язык и мы видим что в принципе Башкан довольно позитивно относится к деятельности партии спасибо за вопрос но я хочу сказать что мы активны не только в ГГУ или в Таракли мы равномерно активны по всей стране и так получилось что работая и министром финансов и в правительстве у меня сложились очень хорошие отношения с большинством руководителем местных администраций притом независимо из каких партий они вот поверьте независимо из каких партий там примары руководители регионов у меня хорошее отношение потому что я всегда ставил во главу угла рабочие отношения институциональные отношения то есть никогда не смотрел из какой они партии тем более что я беспартий да да у меня очень хорошее отношение и с регионом с ГГУ и с Таракли особенно с ГГУ у меня были очень хорошие проекты которые мы вместе значит по предложению региональных властей были здесь начаты или внедрены я уже говорил что что отличает ГГУ и несколько еще других регионов это то что местные власти способны готовить хорошие хорошо обоснованные проекты и соответственно под это когда просят требуют финансирования не получают у меня сложились очень хорошие отношения и в том числе с Башканом ГГУ я ей очень благодарен что тогда когда утром 14 или 13 вечером мы позвонили то есть я позвонил и попросил чтобы тогдашний заместитель Башкана господин Анатолий Усатый принял наше предложение стать министром экономики и инфраструктуры хотя не особо охотно но его отпустили то есть госпожа Башкан поняла что это фигура национального масштаба и разрешила то есть они то есть практически с того момента начались такие более тесные рабочие отношения я очень рад что у нас есть эта поддержка я не могу и кстати вот я приводил пример примара Хинчеш например он даже вступил в партию он является основателем партии то есть это тоже из-за того что у нас были хорошие отношения поэтому я очень рад что у нас есть поддержка но если вы сделали такую параллель что госпожа Влах не встречается там с кем-то с другим я видел что там у нас есть президент который не хочет вести нормальный конструктивный диалог со многими руководителями региона в том числе и с госпожой Влах это является очень опасным примером очень нехорошим примером поведения руководителя государства потому что она не встречается там с кикус Влах или так далее она встречается с человеком выбранным народом нравится не нравится как и так далее из твоей партии или нет это большая проблема если люди стали руководителями государства ведут себя так это большая проблема я не знаю если госпожа Влах встречается с Дадоном господина Дадона не арина а как вы считаете тот факт что Ирина Влах поддерживала активно на выборах на президентских выборах Игоря Дадона то есть по сути работала против Санду как ты сказалась на их нынешних взаимоотношениях я не знаю что сказалось на отношении госпожи Санду со многими руководителями регионов еще раз говорю это не касается относится только госпожи Влах я не знаю если госпожа Влах работала и поддерживала вдовой и дорогого кандидата может быть здесь на месте это видели я например не видел что-то на у нас не так много времени хотелось бы затронуть в принципе сегодня вы очень часто говорили о том что необходимо что местные органы власти должны работать должна то есть Кишинев центр должны очень активно с ними сотрудничать хотелось бы затронуть такую тему административную реформу уже за последние несколько лет они говорили но говорили довольно осторожно довольно осторожно я так понимаю что больше разговоры шли в кабинетах и люди многие даже примары были очень удивлены когда они узнали вообще ваше мнение касаемо административной реформы нужна она не нужна в чем ее плюсы в чем минусы давайте мы будем говорить о реформе об изменениях в администрации центральной и местной так в нашей программе написано то есть надо изменять не только местную администрацию но и центральную там у нас на уровне министерств много еще таких проблем которые надо решить давайте вернем к местной власти во первых мы говорим о втором уровне власти то есть о районах мы говорим о тех 32 районах кроме трех районов которые в Утага-Гаузии здесь особый статус здесь на местах нужно решить оставляет эти районы или умножает или сокращает это здесь на месте решить 32 района в республике Молдова это очень много это во-первых огромные расходы на содержание администрации порядка 1-8 миллиардов лей ходят каждый год на содержание дальше и даже не финансовая часть самая самая большая проблема здесь самая большая проблема что это звено в цепи управления государством уже лишнее практически те управления которые сейчас есть районы администрации районный совет который является практически тем же парламентом только на уровне он также действует по политическим принципам создали какую-то мажоритальную коалицию он никогда не выделит деньги если примар из одного села например не является членом этой коалиции и так далее то есть это лишнее звено его надо убирать деньги те 1,8 миллиарда лей плюс услуги которые эти администрации предоставляют должны быть отправлены или выделены примарьем чтобы были ближе к людям вместо 32 районов нужно оставить 6 регионов по крайней мере наши расчеты и наша концепция так подразумевает север центр юг Утага-Гаузия как со своим статусом Тараклия как место компактного проживания болгар и левобережье Днестра то есть Приднестровье вот 6 регионов которые должны быть вместо этого второго уровня районов если мы поговорим Что касается примарий тут наше видение и предложение не как по районам по районам надо решать через закон и как говорится вся демократия по примариям нужно дать это право решать жильцам то есть жителям населенных пунктов если они решают например два села маленьких села решают объединиться в одну примарию то правительство берет на себя обязанность в течение например пяти лет все деньги которые раньше уходили на содержание примарий администрации примарий остаются в этом населенном пункте но направляются там где решают жители например на постройку дороги вода канализация и так далее потому что содержать некоторые маленькие администрации примарий иногда дорого и малоэффективно но это повторяю должны решить жители населенных пунктов решают или хотят они продолжать иметь маленькую примарию маленькие деньги на инфраструктуру или же объединиться и соответственно направлять эти деньги в нужную более эффективную я уверен что в основном наших зрителей граждан их в первую очередь их не волнует судьба один-два примара останется для них самое главное это понять когда им нужно будет какую-то справку получить то есть механизм изменится он станет сложнее он станет легче потому что основной страх из того с кем я разговаривал даже примары у них основной аргумент а вот человек сейчас у нас может получить эту справку пройти 500 метров а если сделают административную реформу ему нужно будет ехать за 30 за 50 километров мы это и говорили что упраздняя район или укрупняя вот эти регионы большинство услуг за которым жители населенных пунктов едут в район должно быть в примарии потому что если вы посчитаете очень много нужно ходить именно в район там что-то получить подписать и так далее и тому подобное огромное количество служб вот они должны именно поближе к примарии поэтому то что говорят что например если там объединить две примарии человеку нужно будет за какой-то справкой уходить не на 500 метров или там километра а на 10 это можно обеспечить ведь как это же не означает что ты убираешь представителя местной власти из того села да например мы знаем что например кадастровый специалист или там юрист или кто там еще закупщик и так далее мы знаем по графику три дня работают в одном селе три дня в другом и так далее это же можно сделать оптимизируя все эти процессы это можно сделать очень коротко у нас просто совсем нет времени насколько реально в принципе в Молдове все перевести в электронный формат то есть все эти справки у нас есть хороший интернет с хорошей скоростью насколько это все реально сделать реально конечно сделать но не полностью нигде в мире нет полностью все в электронном формате все зависит от степени в том числе и развития инфраструктуры коммуникационной и образования и так далее и тому подобное в принципе процесс у нас запущен там есть очень много уже услуг которые предоставляются электронным путем можно заплатить за услуги используя МПГов и так далее но все абсолютно документы и как-то надеяться на то что ты не должен вообще выходить из дома чтобы что-то получить это сложно но в ближайшей перспективе 3-4 года основные документы основные услуги можно будет получить электронным путем через электронную подпись к сожалению время нашей передачи подошел к концу я благодарю вас за участие спасибо за возможность изложить свое видение если вы мне позволите буквально 30 секунд 11 июля у нас очень ответственный момент в истории страны единственное что я хочу попросить наших граждан 11 июля быть активными прийти на избирательные урны голосовать разумно осознанно не оставлять и другим решать за вас судьбу страны спасибо мы напоминаем что сегодня у нас в гостях был экс-премьер-министр Молдовы и председатель партии развития и объединения Молдовы Йоан Кику спасибо за внимание и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...